Новости об эпид-обстановке в регионе становятся похожи на фронтовые сводки. В выходные от коронавируса умерли еще два человека. Всего шесть летальных исходов за последние две недели. Для нашего немногочисленного округа это высокий уровень смертности. Плюс еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией жителей Ниньского округа прибавилось за минувшие выходные в неутешительную статистику Роспотребнадзора. В настоящее время на лечении от COVID-19 находятся 89 жителей округа. Из них 24 человека лечатся в стационаре. Остальные 65 – амбулаторно. Все амбулаторные больные получают необходимые лекарства бесплатно. Инфекционный стационар Ниньской окружной больницы рассчитан на 30 ковидных коек. При необходимости с ухудшением эпид-обстановки в больнице готовы развернуть еще 30. Возможности есть развернуться почти на 60 коек. То есть, если у нас будет приближаться количество к 30, то есть больше одного отделения, тогда уже будет речь идти о развертывании еще в одном отделении. Примерно такого же количества коек. В связи с ростом заболеваемости губернатор Ниньского автономного округа дал распоряжение профильному ведомству в оперативном порядке приобрести дополнительное оборудование в Ниньскую окружную больницу. В первую очередь 10 новых аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких. В регионе с начала пандемии зарегистрировано 10 летальных исходов от коронавируса. Из них 6 человек умерло за последние две недели. С каждым днем увеличивается количество контактировавших с заболевшими. И это понятно. Чем больше пациентов с COVID-19, тем больше круг, общавшийся с ними близко. В настоящее время на учете в региональном управлении Роспотребнадзора состоит 297 человек. Все они будут протестированы на наличие или отсутствие инфекции. Понятно также, что это далеко не весь круг людей, с которыми могли контактировать заболевшие. За все время пандемии в регионе проведено уже более 28,5 тысяч ПЦР-тестов. Вот говорят медики, что в третью волну заболевание протекает более агрессивно, нежели в первые две волны. И что возраст пациентов снизился. То есть раньше болели более взрослое население, то теперь уже болеют и более молодые. Конечно, трудно судить, насколько тяжелее протекает заболевание, потому что осенью все-таки было намного больше больных. Сейчас у нас вот она, месяц как началась эта волна. На амбулаторном звене тоже достаточно много больных. Скажем так, эта волна более остро началась, сразу захватило большое количество населения. То есть это началось не с единичных больных, сразу с большого количества как на амбулаторном звене, так и на стационарном звене. Ну и однозначно надо сказать, что сейчас молодой возраст заболевших встречается несколько чаще, чем весной. Лечение коронавируса осложняется хроническими заболеваниями пациентов. Поэтому медицинские работники рекомендуют людям, имеющим такие заболевания, после консультации с врачами все-таки вакцинироваться. И когда мы говорим, что надо вакцинироваться, мы как раз имеем в виду вот такие ситуации в том числе. То есть если внимательно посмотреть аннотацию, там ведь не написано, что при всех хронических заболеваниях нельзя вакцинироваться. Что касается самих работников здравоохранения, то они вакцинировались в первую очередь, поскольку осознают, насколько коварен вирус, с которым они сталкиваются каждый день, выполняя свои профессиональные обязанности. Не вакцинированы в основном те, кто либо поболел и сейчас дожидаются не ковидом, а просто простудными заболеваниями или обострением хронических было. И вот они дожидаются вот эти 10-12 дней, чтобы пройти вакцинацию. То есть основная масса, конечно, приведет. В Ненецком автономном округе действует обязательный масочный режим. Носить маски необходимо во всех общественных местах. При первых признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью. Не переносите болезнь на ногах. Не распространяйте вирус в коллективах. Берегите близких.